Здравствуйте! С вами сегодня в эфире снова я, Николай Петинко, руководитель департамента животноводства, племенного дела, кооперации и фермерства Министерства сельского хозяйства Республики Саха-Якутия. Я думаю, постепенно мы присоединиться, аудитория, пока люди собираются, давайте небольшую информацию вам приведу. По зимовке. На 26 января 2023 года во всех категориях хозяйств у нас имеется 171 551 голова крупного рогатого скота. Надо отметить, имеется уменьшение на 4,5%. В том числе 73 570 голов коров, также по сравнению с прошлым годом на 2,8% меньше. Тем не менее, отел уже вовсю у нас идет, отелилось уже более полутора тысяч коров. Числя с поголовьей лошадей во всех категориях хозяйств 181 557 голов, сокращение на 1,7%. Но надо отметить, что поголовьей кобыл составляет 121 840, что больше прошлого года на 2,4%. Ну, хотя бы это радует. Но в то же время настораживает тот факт, что на подкормку сегодня в республике поставлено 30 987 голов лошадей, что, скажем так, существенно больше, чем в прошлом году. Поэтому эта ситуация требует постоянно внимания. Надо понимать, что лошади, выходящие на подкормку, едят сеном. А с сеном у нас, как вы все знаете, по итогам кормозаправительной компании были определенные сложности. На сегодняшний день остаток кормов в районах составляет 238 тысяч тонн, это 59,9%. Пока показатели у нас в пределах, скажем так, статистических наблюдений. Но все равно мы всем знаем, что лошади имеют обыкновение выходить на подкормку в феврале. Пиковые значения, как всегда, будут у нас в марте. По перевозке сена. И вообще по кормозаготовке, напомню, что прошлый год мы закончили с показателем 397 тысяч тонн. Это 90% от плана. Тем не менее, сеножа было заготовлено 130% к плану, силоса 95% к плану. Сейчас у нас ведутся активные, продолжается активная работа по перевозке кормов. Плановый объем перевозки кормов составляет у нас 37 тысяч тонн, в том числе между лунусами 10 тысяч тонн, внутриулусная перевозка 7 тысяч тонн. На отчетную дату перевезено у нас 20 тысяч тонн. По комбикормам, как вы знаете, перевозка комбикормов у нас сконцентрирована на 8 прострадавших улусах. План перевозки комбикормов составляет 5 тысяч тонн, в настоящее время доставлено 2722. В пути у нас сегодня находится 2279 тонн, в том числе 362 тонны идет у нас до Верхоянска, 1400 до Вилюйского района, 329 до Кобяйского, 69 до Алёкминского, 37 тонн до Оленёкского и 27 тонн до Чуропчи и 25 тонн до Ивана-Бутантайского улуса. Так, вот пошли первые вопросы, давайте не будем откладывать. Показатели, в принципе, все знаете, кто вчера у нас на эфире, на ЭДУК, на программе Толбан был, все информацию видели. Мария, здравствуйте, будет ли нынче предоставляться государственная поддержка на строительство Саилыков? Государственная поддержка на строительство Саилыков в этом году будет предоставляться двумя способами. Это программа поддержки потребительских кооперативов в рамках национального проекта. Субсидии будут предоставляться, я так понимаю, примерно апрель-май в этот период. И через фонд развития агропромышленного комплекса при ФПК Туимада на строительство Саилыков есть возможность привлечь льготный займ 5% на строительство летних ферм. В прошлом году одно хозяйство у нас в Хангаласском улосе воспользовалось именно займом. И, в принципе, объект был успешно введен, я так понимаю, если память не изменяет, в сентябре. Как вы знаете, начинается отел, сезон большого молока, не за горами. Какой объем заготовки молока в этом году? Объем заготовки молока в этом году в районе 62 тысяч тонн. По ходу дела все равно этот показатель будем пересматривать, потому что всегда у нас такое бывает. Вроде нет-нет молока, а потом у нас годы все, как говорится, заканчиваются. Поясните, увеличите, пожалуйста, увеличился ли объем по сравнению с прошлым годом. По сравнению с прошлым годом объем заготовки молока, конечно, будет пересмотрен, увеличен. Потому что, все вы знаете, в прошлом году из-за введения нового механизма, когда было пересмотрено, что личные подсобные хозяйства у нас будут получать по 35 тысяч, объемы заготовки молока существенно снизились. Поэтому был ряд вопросов, которые в том числе потом у нас выразились в довольно интересном ценообразовании на некоторые виды продукции переработки молока. Сейчас за этим мы внимательно следим. Что касается валового надоя молока, то за прошлый год в республике надоено 157 тысяч тонн молока, 99,6%. Да, сокращение есть, но сокращение не такое большое, насколько сократилось поголовье дойного стада. И здесь надо отметить, что нужно переходить уже на качественные показатели. И этот показатель в прошлом году, несмотря на все сложности, был средний удой молока у нас по сравнению с прошлым годом вырос. Не намного, но вырос. Так, прием документов на семейную ферму еще не начался, да. Грант семейной фермы у нас один из самых популярных видов государственной поддержки, который состоявшимся фермерам позволяет расширить, скажем так, производство. Грант отбор будет примерно в апреле, в мае этого года. И примерно в этот же период у нас будет проведен отбор на грант Агро Стартап. Ну вот, как я сказал, уже еще 59% сена у нас есть. Перевозка у нас, в принципе, еще продолжается и будет продолжаться, потому что в некоторых направлениях зимники встали только-только. По комбикормам тоже соответствующая работа ведется. Как вы знаете, организована в этом году по линии Якут-Апторга. Поставка концентрированных кормов продолжается. Ну, наверное, пропустили. Давайте еще раз вернемся по перевозке сена. Плановый объем перевозки сена, как я уже сказал, 37 тысяч тонн. Все вы знаете, в этом году поставлена цель обойтись внутренними кормами, потому что есть риск завести из соседних регионов, скажем так, некоторые нехорошие болезни. На отчетную дату из планового объема 37 тысяч тонн, 20 тысяч тонн перевезено. Тем не менее, если сейчас есть какие-то вопросы по перевозке кормов, потому что есть угроза, что сена у вас не хватит, настоятельно рекомендую обратиться с заявками в управление сельского хозяйства, чтобы вот эти сигналы шли централизованно, а не вот по одному. Так легче мониторить ситуацию и, скажем так, проще реагировать, и если нужно предусматривать какие-то средства. Средства сейчас необходимы предусмотрены, я думаю, их достаточно. Как известно, от частников молоко принимают за 10 рублей, это копейки. В будущем будут ли меры поддержки и увеличатся ли субсидия? Ну, в прошлом году был введен механизм, что молоко будут принимать за 10 рублей в субсидийной части, и плюс к нему заготовительная цена самого, как говорится, заготовителя молока. Поэтому на самом деле это и не 10 рублей. На самом деле, ну, если брать заготовительную цену 15 рублей, то молоко закупается за 25. Понятно, что некоторым это покажется мало, но есть механизмы, чтобы сдавать молоко по ставке 60, вы знаете, да, что сейчас уже не 50, а 60 рублей. Это прежде всего через потребительскую кооперацию, но при этом, обращая внимание, получить 35 тысяч рублей будет нельзя. Здравствуйте, скажите, когда будет прием заявок на Грант Агро Стартап? Возможно, пропустили, еще раз повторимся. Гранты Агро Стартап, Семейный Фермер у нас будут анонсированы в апреле, в мае. Пока план такой, и будем этих планов придерживаться. В этом году будут ли какие-то изменения в грантовых конкурсах? По большому счету, изменений больших в грантовых конкурсах не будет. Можете, в принципе, у кого есть доступ к нормативной базе, посмотреть. Если просто забить Агро Стартап, там дело. Все, в принципе, очень хорошо. Как сейчас говорится, гуглится. Можете пользоваться этой информацией. Николай Силги и Терге поддержка. Я очень надеюсь, что Управление сельского хозяйства ваших улусов владеет информацией. Если есть что-то непонятное, всегда можете обратиться непосредственно в Министерство сельского хозяйства. Можно ко мне в 106 кабинет, можно к специалистам по добудному коневодству в 104 кабинет. Владимир Дмитриевич Сырватский может вам дать всю консультацию по коневодству. В принципе, не так много видов господдержки, поэтому можно в тот раз остановиться подробно. Знаете, что ставка на кобылу, которая через УЛУСы предоставляется, субсидия, увеличена с 3 до 5 тысяч. Кассовый план, примерно эти средства пойдут у нас в апреле. И в этом году продолжится работа по предоставлению субсидий на строительство коневодческих баз. В этом году федеральный бюджет нам выделил на эти цели 63 миллиона рублей. То есть по ставке 3 миллиона рублей на один объект до трех. Это будет у нас 21 конебаза. И эти итоги мы будем подводить к 21 марта, в день коневода, в Амгинском УЛУСе. Соответственно, сами процедуры отбора у нас будут проходить в начале марта. Основное требование у вас должна быть проектно-смертная документация, прошедшая экспертизу ценно-смертной части. А где находится департамент, я хочу проконсультироваться лично по грантам. Департамент находится в Министерстве сельского хозяйства. Министерство сельского хозяйства у нас находится по адресу Курошова 28. Если по общим вопросам можете обратиться в департамент, в кабинет, начиная с 103 по 106. То есть 130, 104, 105, 106. В 106 я лично. И если именно по грантам, то на второй этаж, 212 кабинет. Есть ли у вас планы по строительству новых коровников и в каких районах? В прошлом году были введены, ну, были предоставлены субсидии на строительство коровников ИПК ФХ Левина, это Кобяйский Улус, СПК Илтосхол, Сунтарский Улус. Но коровники были введены еще в 2020 году, поэтому это было возмещение. Из новых объектов, кроме тех коровников, которые у нас строятся по линии поддержки потребительских кооперативов, кто за новостями внимательно следит, у нас в прошлом году введен большой животноводческий комплекс в Статинском Улусе с ХПК Хочор. Что касается планов на этот год, в этом году в бюджете предусмотрено на поддержку строительства животноводческих комплексов 203 миллиона рублей. Ну, определенный условный перечень объектов у нас есть, но можно сказать, что перечня как такового нет, потому что в любом случае решение будет выноситься по результатам отборов. Ну, и я думаю, по нынешним ценам, где-то 6-7 объектов, я думаю, мы профинансируем. Опять же, в каких районах это будет, зависит целиком и полностью от заявителей, от того, насколько правильно и своевременно будет предоставлена документация. Если говорить о сроках, то пока мы ориентируемся, что отбор на возмещение части затраты или финансовое обеспечение части затрат строительства коровников, мы объявим в конце марта, в начале апреля. Условия те же. Есть финансовое обеспечение для тех коровников, которые, скажем, еще не существуют, но есть планы по их строительству и прошедшие должным образом экспертизу проектно-сметная документация. Финансовое обеспечение предоставляется по ставке 50% от смертной стоимости. Ну, а что касается возмещения, с учетом федеральных субсидий, возмещение мы стараемся доводить до 98,5%. В прошлом году как раз-таки из федерального бюджета было выделено 18 миллионов рублей, как раз-таки по этой линии здесь необходим, конечно, отдельный конкурс проходить, премии сельхозверов, требования там достаточно серьезные, но практика показывает, что у людей это получается. Здравствуйте. Ну, эфир у нас походит на двух площадках, времени у нас не так много, поэтому пока есть, скажем так, возможность, можете задавать вопросы. Давайте о племенном животноводстве. Одна из основных целей работы у нас департамента, как и из названия, следует, это у нас племенное животноводство. Племенная база республики представлена у нас 39 племенными хозяйствами, 11 видов сервисных организаций и двух региональных полномочий по организации селекционно-племенной работы на территории республики. По республике удельный вес племенных животных составил в среднем 6,5%, или увеличение у нас по итогам прошлого года составило 2%, в том числе по крупному рогатому схоту 2,4%, по лошадям 5,4%, по оленям 9,9%, по свиньям 24%. Примечательное в прошлом году было событие с ХПК имени Строда Амгинского Улуса. Впервые за, наверное, много лет, да и мне кажется, что впервые вообще, получил статус, федеральный статус конезавода. Большое достижение, и именно это послужило одной из причин, что у нас день коневода, 21 марта, будет проводиться в Амгинском Улусе. За прошлый год по республике 38 племенных хозяйств получили субсидию в размере 110 миллионов рублей, поставки на одну условную голову 7,6 тысяч. Субсидия представляется это из федерального бюджета. Удой молока на одну племенную корову также увеличился и составил 3799 килограмм. По республике искусственным осеменением охвачено было 46,6 процентов коров или 28725. В 26 племенных хозяйствах, где разводятся лошади трех пород, содержится сегодня 9846 лошадей, в том числе 6696 кобыл. Удельный вес племенных лошадей о 5,4 процента. Разведением племенных оленей овенская и овенкийская порода занимаются в четырех хозяйствах республики, в Булунском, Оленевском и Омеконском районах. Удельный вес племенного по голове оленей составляет 9,6 процента или 16700 голов. Из самых популярных вопросов в части племенного животноводства, многие знают, что многие, наверное, нет, есть механизм по финансовому обеспечению, возмещению, приобретению молодняка племенных сельхозживотных. В этом году отбор по племпродаже планируется провести в мае текущего года. В этом году у нас средств несколько больше. Если в прошлом году на эти цели было выделено 69 миллионов рублей, то сейчас эта сумма достигла порядка 86 миллионов рублей. Средства выделяются из федерального бюджета и во многом успехи наших племенников служат причиной того, что средства у нас, скажем так, пусть не так намного, но выросли. Ставки. При приобретении молодняка крупного рогатого скота ставка составит 98 процентов от стоимости животных. Сразу скажу, транспортные затраты сюда не включаются и независимо от того, внутри республики или из других регионов. По остальным всем видам животных, это 60 процентов, лошади, олени, пушные звери. Ну и в этом году будет предоставлена возможность использовать механизм племенной продажи для пчеловодческих хозяйств. Здравствуйте. Что скажете по развитию скороспелой отрасли? Будут ли в этом году заводиться в районы? Ну, развитие скороспелой отрасли. Тема достаточно актуальная. Все вы знаете, что ставится задача у нас по увеличению производства мяса. И в этом году мы снова зафиксировали этот показатель на уровне 37 тысяч тонн, но показатель нужно наращивать. И одним из резервов наращивания производства мяса видится именно развитие скороспелых отраслей. Скороспелые отрасли у нас представлены прежде всего четырьмя птицефабриками. Якутская, Миртнинская, Нюрнгринская и Нюрнгринские птицефабрики. В этом году, конечно, производство яйца у нас несколько сократилось, но это было понятно, потому что якутская птицефабрика у нас проходит цикл технического перевооружения. И в этом году, я думаю, отставание, которое было по итогам прошлого года, мы наверстаем. Что касается свиноводства, свиноводство у нас представлено 20 базовыми хозяйствами в Улусах, ну и, конечно, двумя крупными свинокомплексами, Хатасский свинокомплекс, Вархинский свинокомплекс. И что касается поставки скороспелки в районы, в прошлом году в центральные, заречные, вилюйские группы Улусов поставка была осуществлена в основном силами и за счет муниципальных бюджетов. Всего было поставлено более трех тысяч голов поросят и, наверное, около 30 тысяч голов птицы. По северным же Улусам, четыре Улуса у нас воспользовались государственной поддержкой, которая предоставляется на стопроцентную компенсацию транспортных затрат, 10 миллионов рублей было выделено в совокупности Среднеколымскому, Верхоянскому, Оленекскому и Момскому Улусах. В этом году работа будет, безусловно, продолжена, и в этом году на эти цели средства предусмотрены в размере 20 миллионов рублей, то есть в два раза больше уже, чем в прошлом году, потому что спрос есть, заявки у нас поступают уже. И еще вопрос по якутскому скоту. По уголовью растет, а когда интересует будет продажа продукции этой породы? По якутскому скоту, ну, можно сказать, в этом году успехи определенные есть. Одна из задач, поставленных указом главы Республики Саха-Якутия, Сен Сергеевичем Николаевым, по выведению породы из статуса угрожающей, у нас, я думаю, достигнута. Цель была довести по голове коров до тысячи голов. Показатель у нас, в принципе, уже практически зафиксирован. По якутскому скоту государственная поддержка имеется. Если про государственное казенное предприятие Якутский скот все, в принципе, наслышаны, предприятия действуют на нас сегодня в девяти филиалах, в девяти районах, то в прошлом году из таких изменений количество базовых хозяйств, занимающихся разведением якутской породы скота, у нас увеличилось. Сейчас их уже 15, в начале программы их у нас было шестеро. Снизился нижний предел для присвоения статуса. То есть, если раньше это было 50 голов для всех улусов, то с прошлого года для северно-карктических улусов это требование снизилось до 25. Субсидия предоставляется в размере 35 тысяч рублей на условную голову. То есть, не только на коров, но и молодняк пересчитывается с поправочными коэффициентами и, скажем так, все по голове, никто у нас не остается без денег. Ни коровы, ни молодняк, ни все остальные. Что касается продукции, продукция у нас реализовывается. В прошлом году на ярмарке продовольствия, все вы видели, ГКП Якутский скот у нас был представлен отдельным, скажем так, павильоном. И в первый же день вся продукция была реализована. Кроме того, Якутский скот у нас был представлен на ярмарке «Золотая осень». Отметился над золотыми медалями. Поэтому, в принципе, эта работа у нас тоже ведется. «Помню историю была, что скот в Москву повезли. А как себя чувствует там скот и какая дальнейшая судьба?» Скот есть. Скот мы повезли ряд лет назад. Реализовали научно-исследовательскому институту. Все с ними в порядке. Уже получают приплодка. Скот чувствует себя отлично. Ну, а вообще, в целом, если говорить, из многих регионов сейчас поступают запросы на то, что люди хотят те или иные лица купить по голове якутского скота. Ответ здесь в чем кроется? В том, что у нас есть закон об охране генофонда якутского скота. И с таким трудом наращенное поголовье якутских коров мы стараемся не распалять. Якутские коровы нам нужны здесь самим. Когда настанет время, когда мы будем готовы, скажем так, масштабировать эту работу на другие регионы нашей страны, возможно, мы к этому вопросу вернемся. Спасибо за ответ. Спасибо за хороший вопрос. Так, есть ли у нас еще вопросы? Ну, если вопросов нет, то что-то у нас внизу было, да? Какие у нас изменения еще в этом году? В этом году, ну, я думаю, все в курсе, но еще раз повторюсь, ставка на поддержку скотоводца в личных подсобных хозяйствах у нас изменена. С 35 до 37 тысяч рублей. Заготовка молока с 50 рублей до 60 рублей за килограмм. Поддержка табунного коневодства с 3 тысяч до 5 тысяч рублей за кобылу. Ну и пересмотрены ставки на поддержку северного оленеводства. Базовая ставка сейчас составляет 5300. Здравствуйте. Насколько процентов республика оснащает, снабжает население мясом? Лет 10 назад это было 30 процентов. Ну, на самом деле, я думаю, недалеко мы сегодня ушли от этого показателя. Ну, максимум, наверное, процентов 35. Сейчас все-таки статистические данные еще уточняются. Ну, чуть позже, думаю, месяца через два можно будет сказать более точную цифру. Вообще, показатель именно снабжения населения мясом рассчитывается достаточно по сложной методике. Здесь очень много зависит и от количества населения. Но, как я уже сказал, одним из резервов увеличения обеспеченности мясом у нас будет выступать развитие скороспелых отраслей. В частности, мясо птицы и свинины. Именно поэтому сейчас очень большое внимание уделяется распространению скороспелых животных в лусы, в частности, в северные арктические лусы. Можно тут пример привести. В Среднеколымскому лусе уже ряд лет у нас работает птицефабрика. В птицефабрике у нас содержится более тысячи голов курни-сушек. И, во всяком случае, город Среднеколымск полностью обеспечен местным лицом. Заготовка молока акватируется или без ограничения закупается с господдержкой? Вопрос достаточно сложный. Вообще, есть точка зрения, что когда мы акватируем определенный объем заготовки молока, это потом, скажем так, является одним из факторов, что заготовка молока, скажем так, сами себе и занижает. Но есть предложение, что для того, чтобы объемы заготовки молока у нас росли, эту квоту нужно снять полностью. Но здесь надо понимать, что заготовка молока, с учетом того, что мы привязываем его сегодня к определенным твердым ставкам, просто вот так вот взять и отпустить на сегодня нельзя. Наверное, мы не готовы, потому что потребуется гораздо больше ресурсов. В этом году и без того рекордный у нас бюджет 14 с лишним миллиардов рублей. Ну и в принципе, почему мы всегда привязываемся к субсидиям? Можно сдавать молоко и по заготовительной цене. Поэтому на самом деле, как таковой квоты нету. Заготавливать можно молока сколько угодно. Есть ограничения, касающиеся бюджета. И все. Здравствуйте. Возможно ли племпродажа вне республики? Вопрос, конечно, хорошо было бы уточнить. Еще нет практики у нас, чтобы мы продавали племенную продукцию в другие регионы. Хотя, я знаю, в этом году 15 голов табуных лошадей у нас закупила Чукотка в Среднеколымском Улусе. Если имеется в виду, возможно ли прям продажа, приобретение племенных животных из других регионов, да, этот механизм работает. Механизм у нас запущен с 2020 года. Я уже как говорил, если будет приобретаться молодняк племенного скота, то это 98% от стоимости животных. Если другие же виды животных, то это 60%. Единственное, на что здесь нужно будет обратить внимание, что перед предоставлением субсидий на племпродажу, любую, будь он внутри республики или извне, нужно пройти одобрение экспертного совета по племенному животноводству. То есть на имя председателя экспертного совета, заместителя министра Николая Степановича, нужно будет направить соответствующее обращение, приложить к нему договор, ну и желательно, если это возможно, свидетельство, племенное свидетельство организации и справку о ветеринарном благополучии. Если экспертный совет одобрит ваше желание купить в том или ином регионе племенных животных, то вы можете быть допущены к отбору. Напомню, отбор у нас будет проходить в этом году в мае. Время у нас еще есть? Время у нас еще есть. Вчера было очень много вопросов в прямом эфире о том, нужно ли предоставлять отчеты по тем или иным субсидиям. В основном вопрос у нас возникает в 35 тысячах. Когда вы в этом году будете подписывать соглашение о получении субсидии по ставке 35, но в этом году уже 37 тысяч, внимательно следите за документом, который вы подписываете. Как правило, в самом соглашении уже прописано, какой отчет вы должны предоставить в район по итогам года. Методики во всех районах разные, но в большинство УЛУСов уже начинают требовать не только сохранения по голове коров, на которые была получена субсидия, но и приложить все, скажем так, первичные документы, подтверждающие, на что эти средства были направлены. Поэтому еще раз говорю, если по прошлому году были какие-то вопросы, то также поднимаем соглашение, смотрим, какие там условия прописаны. Но в этом году то же самое. Поголовье племенных коров, на самом деле у нас, надо сказать, стоит более-менее на уровне. Роста здесь как такового, надо сказать, нет. Почему? Ну, наверное, прежде всего, потому что к племенному животноводцу, скотоводцу в частности, имеются достаточно серьезные требования. Основное требование, это у нас, конечно, увеличение, показатель среднего на 2 с одной головы. То есть все вот эти предприятия, которые у нас числятся в племенном регистре, там показатели, скажем так, далеко за 3 тысячи с одной коровы, когда как средние показатели удои у нас держатся на уровне 2-200. Увеличение поголовья племенных животных в республике есть, но оно у нас в основном из года в год увеличивается благодаря табунному коневодцу. Здравствуйте. Будут ли возмещены расходы на строительство мест хранения навоза как побочный продукт животноводца согласно нового федерального закона? Вопрос серьезный. Все вы знаете, что вступил в действие закон об обороте за побочную продукцию животноводца. Грубо говоря, хранение навоза у нас будет облагаться некоторыми требованиями. Штрафные санкции там достаточно серьезные. На сегодняшний день в государственной программе соответствующих мер государственной поддержки не предусмотрено. Мы будем внимательно очень следить за развитием ситуации, потому что издание этого закона сейчас во многих регионах вызывает больше вопросов, чем ответов. Если это не будет необходимо, соответствующие меры поддержки будут, безусловно, предусмотрены. Сейчас какие-то выводы делать рано, но как только федеральное министерство поставит перед нами соответствующие задачи, если это будет необходимо, безусловно, нужно будет обратить на это внимание. Потому что сегодня не только республика Саха-Якутия, но и многие регионы, как для восточного федерального округа, да и в центральных регионах, в каждом хозяйстве установить место для хранения навоза по всем требованиям, которые в законе же прописаны, не готово. Что у нас еще можно? Можно немножко привести цифры по якутскому скоту. Пока мы ждем вопросов. Генофонда, казенное предприятие Республики Саха-Якутия, якутский скот, создан у нас было в 2019 году. На сегодня предприятие является основным государственным субъектом, репродуктором под заведением крупного рогатого скота якутской породы. На 1 января 2023 года в 9 отделениях предприятия поголовье составляет 1171 голову, в том числе 345 коров. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличение поголовья якутского скота на предприятии составило 204 головы или 121%. Численности маточного поголовья на 47 голов или 115% к прошлому году. За 2022 год получено 329 голов приплода телят, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше на 85 голов деловый выход составляет 89%. И сейчас очень много есть обращений по тому вопросу, как заняться разведением якутского скота. По всем этим вопросам рекомендуем обратиться в генофондное казенное предприятие «Якутский скот», руководителем которого является Александр Геременевич Артемьев. Офис у них находится по адресу «Роженики-Дзе-20» на втором этаже. На субсидирование доставки сена может ли претендовать только организованное хозяйство или УПХ тоже может? Здесь у нас внимание только организованным хозяйствам мы уделять не можем. Личные подсобные хозяйства здесь тоже держим под вниманием, потому что все-таки в личных подсобных хозяйствах у нас содержится половина всего скота, соответственно производится половина всей продукции. Еще раз повторюсь, если есть какие-то вопросы у нас по доставке сена, по наличию сена и тому подобным вопросам, обращайтесь в Управление сельского хозяйства. Все эти запросы по данной теме должны поступать централизованно. Когда у нас начинается хождение по одному, это вызывает больше неразберихи, если честно. Что можете сказать по обеспеченности транспортно-доступными убойными пунктами? В позапрошлом году этот вопрос был очень актуален, когда появилось требование по регламенту убоя мяса, что все мясо должно у нас быть, скажем так, весь скот, все сельхоз животные должны быть забиты на убойных пунктах. Убойных пунктов, к сожалению, сегодня катастрофически мало. Даже если они и есть, то для хозяйств, которые, скажем так, достаточно далеко находятся, особенно это касается наших коневодов, политика, по которым ведется, чтобы они осваивали как можно более отдаленные участки, это очень неудобно. Поэтому в прошлом году была дана возможность проводить эту работу на так называемых площадках для убойств. Это требования к ним тоже есть, но требования, скажем так, гораздо проще. Грубо говоря, это должна быть какая-то изолированная площадка с местом хранения и, грубо говоря, какой-никакой крыши. Иван Пановарев постоянно спрашивает о себестоимости молока, но внятного ответа нет. Иван Пановарев один из наших самых внимательных слушателей, иногда критиков, иногда советчиков. Ну, что говорить о себестоимости молока? Себестоимость молока сейчас у нас остановится на уровне 72-73 рублей. Ну, опять же, годовые отчеты предприятия у нас на стадии формирования, поэтому говорить об этом несколько рано, но с учетом тех производственных финансовых планов, которые поступают на утверждение, себестоимость молока в последних, наверное, 10 предприятий варьируется в районе 68-75 рублей за килограмм. По факту, думаю, так и будет. Разброс все-таки достаточно большой, особенно когда мы говорим о крестьянских хозяйствах, там в производственных финансовых планах крестьянских хозяйств можно увидеть и 27, и 35, но это все-таки, наверное, погрешенности в учете в организованных хозяйствах. То, что они показывают, я думаю, это больше похуже на правду. Ну, и себестоимость молока ежегодно растет, в том числе и это повлияло на то, что заготовительная цена молока у нас тоже в прошлом году серьезно пересмотрена по поручению главы республики Сахайкова и Отесяна Сергеевича Николаева с 50 до 60 рублей. Вот чисто по-человечески, если подумать, 10 рублей это совсем немного. Но на самом деле в перерасчете на все производимое и заготавливаемое молоко в республике это более 600 миллионов рублей. Это достаточно серьезное средство. Линия у нас еще есть, поэтому давайте остановимся на грантовой поддержке. Вопросов у нас сегодня было достаточно много. В направлении поддержки Агростартапа в 2022 году на всего поступило у нас 159 заявок с общей потребностью 460 миллионов рублей. Но по результатам конкурсного отбора предоставлены субсидии 18 грантополучателям из 13 улусов на общую сумму 61,7 миллионов рублей. Благодаря данной государственной поддержке в 2022 году создано 34 новых рабочих мест. Планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время 5 коробников и одну коневодческую базу. В 2023 году будет продолжена работа по предоставлению грантов на Агростартап. На эти цели предусмотрено уже 92,2 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета 33,6, из республиканского 58,6. Вторым востребованным направлением поддержки малых ворохозяйственных является грант на развитие семейной фермы. Для участия в отборе ежегодно поступает достаточно много заявок. В прошлом году поступила 41 заявка. По результатам отбора гранты представлены 13 крестьянских фермерских хозяйствам из 7 районов на сумму 144 миллиона рублей. В результате создано 9 рабочих мест. По итогам 5 лет планируется создать еще 33 новых рабочих места. По итогам предоставления данной поддержки ожидаем ввод 3 коробников, 10 колесных тракторов и реализации еще целого ряда проектов. В 2023 году работа будет продолжена. На эти цели будет предусмотрено 126,5 миллионов рублей, в том числе 98 миллионов рублей из федерального бюджета. Развитие семейных ферм дает возможность развития экономики населения и обеспечивает здоровыми продуктами питание граждан и влияет на доходность граждан. Заметили, заявок гораздо больше, чем людей, которые прошли отбор, поэтому рекомендую не начинать подготовку в последние дни, а начинать проработку своих проектов уже сейчас. Если нужна консультационная помощь, можете всегда обращаться и в Министерство сельского хозяйства, и в Центр ресурсного обеспечения агропромышленного комплекса, который при Министерстве и тоже работает, как раз таки на втором этаже, напротив 212 кабинета находится. Все наши беды, к сожалению, от незнания. Государственная поддержка есть, и нужно, и важно уметь ей пользоваться. Все, спасибо.